РС расширил ограничения в отношении лиц, причастных к дестабилизации в Молдове. В санкционном списке глава автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул ее обвиняют в содействии сепаратизму, попытке свергнуть конституционный порядок и в тесных связях с Россией. Под ограничение попала также пророссийская организация Евразия и ее основательница Нелли Патуренко. Введение санкции поддержали в МИД Молдовы. Как Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране, Андрей Дмитренко расскажет. Россия вливает миллионы долларов для дестабилизации ситуации в Молдове, сообщили в прокуратуре страны. По информации правоохранителей, только в сентябре Москва направила 15 миллионов долларов на подкуп 130 тысяч избирателей. Несмотря на то, что количество сторонников России снижается, но оно снижается не так быстро, как должно было бы, учитывая то, что происходит сейчас. Именно из-за того, что Россия тратит такие громадные ресурсы на пропаганду, то, конечно, эти процессы происходят неестественным путем. И в том числе влияние на выборы тоже происходит неестественным путем, потому что для Молдовы беспрецедентные деньги тратятся. 15 миллионов долларов Россия потратила только за сентябрь месяц и только на одну из своих пятых колонн в Молдове. А таких у нас, к сожалению, несколько. Журналистам одного из изданий Молдовы удалось проникнуть в пророссийскую сеть, связанную с беглым молдавским олигархом и политиком Иланом Шором. Им удалось установить, что участники схемы получают деньги через аффилированный с российским Минобороны промсвязьбанк. Средства идут на вербовку участников пророссийских митингов и на пропаганду против евроинтеграции. Соцсети, листовки и ботафермы. Кремль использует привычные методы. У них идет упор на массовость, диверсификацию компании. На создание искусственной картинки, что все против, все критикуют. Это создание эффекта массовости, эффекта массового психологического восприятия. Создать ощущение, что все против и те, и эти. Валерию Паша, руководитель аналитического центра Watchdog MD. В комментарии изданию Newsmaker. По словам экспертов, для Москвы референдума евроинтеграции более важен, чем президентские выборы. Во-первых, Россия не смогла создать кандидата, который составил бы конкуренцию Майя Санду. Во-вторых, результаты референдума окажут значительное влияние на будущие парламентские выборы. А Молдова парламентская, а не президентская республика. Это очень важно в преддверии парламентских выборов 25-го года, когда будет формироваться новое большинство в парламенте, новое правительство. Вопрос, будет ли это коалиционное правительство проевропейское, и продолжит ли Молдова переговоры о вступлении в Европейский Союз, трансформации европейские, реформы и так далее. Молдова, как и Украина, подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022-го. В июне того же года Европейский парламент поддержал предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз Киеву и Кишиневу. А в июне 2024-го официально стартовал переговорный процесс о вступлении двух стран в ЕС. Обычно он длится больше года, но с Украиной и Молдовой он, вероятно, займет меньше времени, заявили в Брюсселе. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.